Волга театральная в ожидании призов и наград. Здравствуйте! Вы смотрите программу Город Э. С вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня гости из других городов Ужевска, Набережных Челнов и Новокуйбышевска. Представлю сегодняшних гостей Анна Екифоров, заместитель директора театра из Удмуртии, актер театра Грайн Новокуйбышевска Данил Богомолов и Наталья Матиос, да, правильно все говорю, заместитель директора Русского драматического театра Набережных Челнов. Никого не напуталась. Все правильно, отлично. Друзья, ну как вам фестивальная неделя? Я так понимаю, вы здесь все время находитесь, да, представители театров. Как настроение, Анна? На самом деле замечательно. Каждый вечер какие-то совершенно новые, небывалые, острые ощущения, неожиданные, сюрпризов очень много и самое главное, что то, чего ожидали, какие-то действительно яркие впечатления, они есть. А какие сюрпризы? Так интересно. Ну, сюрпризы, вот я, например, открыла для себя два прекрасных совершенно театра. Ну, одно дело слышать и как бы, ну, мало ли что там, где, чего говорят, другое дело увидеть, почувствовать через себя это все пропустить. Это действительно потрясающее ощущение. И вот просто хочется и в Новокуйбышевске, Набережные Челны приезжать и смотреть их спектакли, и каждую их премьеру обязательно видеть. Это, конечно, здорово. Данил, ну, вы, ваш театр рядышком, так скажем, находится, вы далеко-то никуда не уезжали и играли на своей площадке. Да. Ну, все равно фестивальное настроение, оно к вам тоже пришло? Скажу, наверное, было какое-то фестивальное волнение почему-то вдруг возникло, хотя мы были на своей площадке, и как бы оно вроде бы так вот не ощущалось, но наш там звукорежиссер, осветитель, говорит, чувствовалось все равно, что вы. Вот это вот внутренний какой-то такой, ну, вот такого, что фестивальное волнение, потому что мы все равно все время у себя, мы никуда особо не ездили, нет этого вот ощущения, когда все фестивальщики вместе там куда-то идут или еще какие-то такие вещи. Поэтому вот это тут, конечно, в этом у нас минус такой. Но мы успели поучаствовать вот в капустнике, в общем, вот тут хотя бы как-то подзарядились вот этой фестивальной атмосферой. Ну вот, наверное, так. Наташ, как у вас там настроение? И кто-то кроме вас еще успел попасть на какие-то другие спектакли или только вы? Настроение отличное. Для нас в фестивале это еще возможность встретиться со старыми друзьями. Вот с Грани мы дружим очень хорошо, на фестивалях вместе были. Увидеться, конечно же, новые какие-то театры, познакомиться, договориться уже о предстоящих гастролях. Вот мы уже с Ижевском тоже об этом думаем. Вот наши ребята, да, мы успели посмотреть, наши ребята успели посмотреть один спектакль. Это уфимского драм-театра. Ну а дальше наши поехали работать. То есть у нас тоже идут спектакли и зритель ждет. Репертуар никто не отменял, да? Нет, конечно, нет. Слушайте, ну вот фестиваль этот флоготеатральный проходит раз в два года. Вот как на ваш взгляд, за два года простой, так скажем, да, пока есть вот это время для подготовки. Вот уже есть в театрах вот это желание, что нужно вот какой-то сделать спектакль, чтобы его вот можно было привезти на Волгутеатральный. Вообще в ваших городах, насколько наш фестиваль, который мы принимаем, да, насколько он важен, насколько о нем думают, говорят, вот что в городах у вас происходит? Ну, я могу сказать, что на прошлом фестивале был наш кукольный театр. И, конечно, мы много наслышаны от кукольщиков. Кукольщиков, они приехали тоже в некотором таком тонусе оттуда. И то, что нас пригласили на этот фестиваль, мы, конечно, были просто счастливы. И, ну, постарались как бы сделать все возможное, чтобы на будущий фестиваль нас приглашали тоже. Потому что это, конечно, безумно интересно для артистов. Новая публика, новый критический какой-то взгляд на себя. И это дорогого стоит. Наташа, у вас как? Ну, мы впервые принимаем участие в этом фестивале. Так как у нас в городе только один русский драматический театр, то я знаю, что приезжали сюда театры из нашей республики, из республики Татарстан. Это Альметьевский театр. В этот раз тоже участвует русский драмтеатр из Казани Качаевский. Вот. Мы тоже, да, слышали о достаточно высоком уровне этого фестиваля. Достаточно высокий уровень критиков сюда приглашен. То есть, ну, для нас это тоже очень ценно. То есть не только хвальба где-то, да, но и какие-то замечания, причем профессиональные. Данила, ну, с недавних пор театр Грани имеет еще и золотую маску. То уж, на что уж, да, престижная награда. И, тем не менее, есть вот это внутреннее желание в театре говорить об этом с актерами, что да, хотелось бы и на Волге театральные какие-то призы, там, награды получить. Это же тоже важно? Нет, безусловно, это всегда важно и для театра, и для актеров, и для режиссера, вообще в целом для коллектива. Безусловно важно, но вот не скажу, что мы как-то вот обсуждали этот вопрос. Нет, как-то даже вот не возникало почему-то. Важно показать то, что мы сделали вот сегодня вот для этих людей, чтобы с ними как-то попробовать поговорить. И потом, конечно, очень важно выслушать мнение профессиональных критиков, потому что это как бы дает какой-то толчок вперед, дает возможность о чем-то подумать. Ну, жаль, конечно, что у нас, к сожалению, на нашем спектакле, так как идут вот параллельно спектакли, не все критики смогли посетить спектакль. Ну, а не на всех, не всех. Ну, вот, да, вот это, конечно, жалко нам. Вот хочу про обсуждение. Как раз хорошо, что ты затронул эту тему, потому что зрителей на обсуждение не пускают. Мы вроде попросились, они говорят, ну, хотите, приезжайте, как бы, ну, может быть, все-таки не надо. Я думаю, что это такая все-таки закрытая история, и все, что происходит на обсуждении, должно там и оставаться. Но, тем не менее, есть в этом толк? Вот ваше мнение, как работников театров, актеров, заместителей и так далее, есть в этом что-то полезное, что театр вносит для себя? То есть прислушиваются ли актеры, прислушиваются ли режиссеры? И насколько эта информация может иметь место быть? И поменяется ли что-то в спектакле, в каких-то актерских работах? После вот таких обсуждений с, как мы уже сказали, уважаемыми критиками? Ну, вот я хочу сказать за себя, мы, может быть, даже не столько, конечно, хотелось бы получить эту статуэточку, да, тоже, но, в принципе, о наградах, когда на фестиваль едешь, даже не столько думаешь, сколько вот действительно важно, очень важно получить этот профессиональный критический разбор. И чем он острее, чем он, может быть, даже где-то болезненно цепляет, тем он полезнее на самом деле. И, ну, не знаю, изменится ли что-то в этом спектакле, и нужно ли, чтобы это что-то менялось, потому что спектакль уже, он живой, он живет, он как бы достаточно самоценен, но то, что он зацепляет какие-то важные вопросы, профессиональные вопросы, это безусловно. И, конечно, размышлять, думать о дальнейшем каких-то своих шагах вот в театре, это безусловно мы будем. Данил, тебе что-нибудь сказали критики, что вот не так ты здесь играешь? Или наоборот так? Если как-то, они как-то так, не скажу, что они сказали не так, или сказали так, как-то так сказали, что я еще и до конца не понял, не разобрал. А если говорить о том, что меняется ли что-то в спектакле после высказывания мнений, профессиональных критиков, да, даже какие-то вещи, вот Денис Сергеевич, там, если, допустим, какие-то перестановки, чуть постарался ускорить, потому что он тут с кем-то, я вот сейчас не помню точно, с кем он разговаривал, на тех же малых городах. И вот, ну, может быть, это еще зависит от того, насколько, какие отношения между конкретно нашим режиссером и тем человеком, которым это сказал. Видимо, он очень доверяет ему, действительно, потому что все равно это такой момент творческий, как бы сразу, почему так? Нет, он все-таки действительно задумался над этим и как-то постарался какие-то моменты учесть. То есть это говорит о том, что это идет в пользу, идет в какие-то... А бывает, на твой взгляд, замыливание вот в глазах режиссера или в глазах актеров, когда ты за шоре, да, вот видишь уже только одну какую-то картину, которую ты себе, может, даже больше представляешь, нежели видишь на самом деле. И нужно ли вот это мнение со стороны? Конечно, безусловно, нужно. Потому что ты уже как бы... Ну, это всегда, это в любой профессии, когда ты вот смотришь очень долго на вот этот предмет твоей работы, то ты все равно как бы не замечаешь каких-то нюансов, мелочей, а взгляд со стороны он всегда освежается, что-то привносит новое. Там уже вот дело второе. Что-то принимается, что-то не принимается. Но то, что это нужно, это полезно, это безусловно. Наташа, в вашем театре попрошу рассказать вас первую о спектакле, который вы привезли, и как его встретила и публика, и члены жюри потом на разборе. Мы привезли сюда постановку нашего главного режиссера Дениса Хуснеярова по повести немецкого драматурга Леонгарда Франка «Карл и Анна». Спектакль рассказывает о том, что война, где бы она ни проходила, на каком континенте, в какой стране, она всегда с собой приносит горе, какие-то потери, бедствия. Но при всем при этом человек все-таки не теряет веру в любовь, в настоящую дружбу, в то, что все-таки их ждет, каждого человека, какое-то будущее, причем хорошее будущее. Самарская публика приняла, мне кажется, очень хорошо. В зале была такая тишина, что, как говорится, муха можно было слушать, как пролетит. Зритель, мне кажется, впитывал каждое слово, и каждое действие, которое происходило на сцене. Овации были долгие у них, простите за нескромность. Все правильно. Было очень приятно, очень приятно было. И на следующий день был разбор? Да, на следующий день было обсуждение. Я не буду вдаваться в подробности, но это не очень корректно. Но те какие-то, может быть, замечания, какие услышали, да, может быть, какие-то даже положительные отзывы, естественно, они, мне кажется, будут внесены в спектакль. А почему? Потому что спектакль — это все-таки живой организм. Он не статик, он не кино. Сегодня играют так, а завтра могут ребята играть так, да, Данила? То есть вот... Утоление, эмоции, все это. Конечно, конечно, влияет. Влияет все. Все на... Поэтому спектакль — это живое. И я думаю, где-то что-то, конечно, корректируется, добавляется. Анна, что привезли вы? Мы привозили комедию «Гальдоне», «Слуга двух господ». Вообще хочу сказать, что у нас театр уже, ну, вот 83 сезон открылся, да, но тем не менее мы стремимся как-то быть все время, приглашая молодых режиссеров, у нас очень молодая труппа. И вот это спектакль, где возможность актерам подурачиться, вот поиграть, представить, как эти ладцы Гальдоне, Гальдоневских времен, вот как бы сейчас это можно было все сыграть. И мне кажется, вот он действительно такой зрительский, очень благодарно нас воспринимала публика, и Самарская, и в Ижевске у нас этот спектакль очень хорошо идет. Ну, может быть, достаточно остро восприняли критики наш спектакль. Какие-то были сказаны и чисто такие профессиональные вещи очень важные. Но, тем не менее, я считаю, что вот, ну, есть возможность когда-то актерам подурачиться, не рассказывать какие-то серьезные вещи, бытийные, это тоже замечательно. И, ну, должно быть в театре такое пространство абсолютного безграничного дураковаляния. Вот разговаривая с Петром Шерешевским, который поставил этот спектакль, он так как-то, ну, деликатно, но сказал, что вообще как бы такой жанр, это не мое, но все равно как бы взял себя в руки, так скажем, и поставил. А актеры, наоборот, они, вот говоря с ними, они настолько любят этот спектакль, настолько они в нем растворяются и получают удовольствие. Вот это вообще нормальная история, что вот актерам прям вот, ну, в кайф, что называется, да, если по-простому, а режиссер вот еще через себя там где-то переступил. Я не знаю, может быть, он и переступал через себя, но то, что это в границах его возможностей, и в границах его таланта, это, безусловно, он может это делать. Да, может быть, ему более интересно, он сейчас у нас ставит «Короля Лира», и буквально через две недели мы увидим премьеру уже Петра Шерешевского, совсем другой Лир у нас будет, но я думаю, что тоже очень интересный. Ну, и вот такой спектакль он тоже может ставить, и именно поэтому актеры так купаются в своих ролях, в этом материале, в этих придуманных латциях современных. Я считаю, что замечательно он это сделал. На «Королю Лиру» тоже, да, перейдем. Данил, спектакль прогремевший, нашумевший. У нас, наверное, сложно найти человека, легко найти того, кто еще не посмотрел, потому что к вам сложно попасть, но трудно найти того, кто не хочет к вам съездить на Лиру. В рамках фестиваля, да, сказал ты, что особенно там не волновались, но тем не менее были члены жюри кто-то, были коллеги, да, из других городов. Какие отзывы вот первые вы получили после того, как сыграли уже в рамках фестиваля? Если честно, я как бы не знаю, не слышал отзывов. Данил в роли все время находится, да? Нет, просто прошло сколько вот мы отыграли, позавчера, получается. Один день прошел. Один день прошел, как бы, ну, возможно, кто-то с кем-то разговаривал, просто я конкретно, ну, ничего не слышал, чтобы сказать, вот нам вот это сказали, или вот это сказали. Было обсуждение, да. Вот это я знаю. Понравилось. Обсуждение? Обсуждение понравилось. Обсуждение понравилось. Слушайте, ну вот фестивальные спектакли, вот я не знаю, кто-то говорит, что нет такого понятия, что спектакль там фестивальный, он либо хороший, либо там, ну, либо получился, либо не получился. Кто-то говорит, что нет, все-таки есть вот это внутреннее веяние о том, что что-то надо вывозить на фестивале, и это будет именно фестивальный успех иметь, а что-то лучше оставить как-то дома при себе или в рамках чего-то другого там показывать. Ваше мнение, как вы считаете, и почему были выбраны именно эти спектакли на Волгу Центральной? Анна? Ну, вот на самом деле мы не думали, что «Наш слуга» — это фестивальный спектакль. Он у нас абсолютно зрительский. И тем не менее, вот когда пригласили именно этот спектакль, ну, в общем-то, мы подумали, почему бы и нет, действительно, и публика же, она та же самая, она же тоже приходит и хочет и радости, и хочет вот какого-то этого театральной легкости такой. Поэтому, ну, наверное, все-таки такое понятие осторожное, я считаю, что есть фестивальный спектакль. Ну, в общем-то, и просто хороший спектакль, зрительский, он тоже может быть показан на фестивале и с успехом. Данил? Король, это фестивальный спектакль? И вообще есть такое понятие для тебя? Как ты считаешь? Мне кажется, у нас, как, фестивальный спектакль, он удобен, да, для, там, поездок, там, в плане декораций или еще чего-то. Вот, мы как-то так, собственно, мы очень часто ездим на фестивали, получается, и малые города, и вот... Слушай, ну, у вас все спектакли фестивальные. Ну, получается, что так, да. Вот сказать, что, по каким критериям можно оценить, что это фестивальный спектакль? По содержанию или по каким-то, там, техническим вещам? Не знаю. Мне кажется, это довольно условно. Ну, может быть, да, там, какие-то очень такие масштабные спектакли, в которых очень много всего задействовано, и не каждая площадка может их принять, да. Тогда, ну, наверное, это не очень фестивальный спектакль, опять же, ну, по техническим вопросам. А так, мне кажется. Наташа, Карл и Анна, это фестивальный спектакль? Или вообще, как шел выбор, между чем выбирали, и вообще, выбирали ли, или вот что первое вот в руку взялось, то и отправили? Ну, Карл и Анна, у нас спектакль, который очень любим челнинской публикой, фестивальный спектакль, поэтому привезти его и показать сюда, а мы первый раз его вообще куда-либо вывезли. То есть у него дебют такой, да, у него дебют, мы, конечно, вот, ну, нам он нравился, но мы как-то никогда не пытались его вывезти, но думаем, вот, ну, покажем, вот, ну, посмотрим. Опыт был удачный, а деление на фестивальное, не фестивальное, я вот, наверное, соглашусь с Данилом, потому что вывозить огромную, огромный состав труппы на большие какие-то постановки, и когда масштабные декорации, это же финансово очень накладно. Поэтому, когда в спектакле участвует минимальное количество актеров, когда и декорации вроде бы, и тоже технически все-таки свет и звук очень большую роль играют, да? Где-то в каких-то спектаклях свет, это практически как главный герой, вот, особенно если он хорошо поставлен, хорошими профессионалами, и чтобы на фестивале, на чужой площадке не потерять вот эту целостность спектакля, то есть мы вот исходим из этого, то есть что возить, что не возить, ну, да, это все-таки такая условная грань. — Хочу вот еще какую тему затронуть, потому что пока езжу, да, на спектакли вот в рамках фестиваля, говорят о том, что все как-то вот объединились во мнении, что нет чернухи вот на этом фестивале, что все равно так или иначе в театрах во многих не ваше конкретное, да, имею в виду, но в целом присутствуют какие-то спектакли в репертуаре с каким-то, я не знаю, ну, вот, как говорят, называют это слово вот с какой-то чернух какая-нибудь, там, плохая история или про каких-то там людей с маленькой душонкой, там, еще что-то, какие-то такие вещи, и которые оставляют в людях, ну, не самое там позитивное впечатление в плане эмоций, да, когда зритель выходит, а здесь вот такой вот у нас благостный весь фестиваль, и все вот такое благостное, и ничего такого вот негатива никакой нет, и все говорят, вот так все позитивно, так все хорошо, и в контексте этого затрагиваются вопросы, о вообще трендах, да, нынче в театрах, то есть можно ли сказать о том, что меняется вот эта направленность, что все-таки в театрах больше стало позитива, можно ли так говорить, вот опираясь, например, на наш фестиваль, на который ничего такого не привезли? Я могу сказать, вот я могу сказать, что у нас и в репертуаре ничего такого нет, просто даже... У нас все позитивно, да? Ну, нет, у нас есть трагический спектакль, есть, но это высокая трагедия, вот на самом деле чернухи у нас в репертуаре, наверное, нам не найти было бы... Даже при желании. Да, даже при желании. Ну, вообще, вот о трендах можно ли как-то судить или говорить, там, ну, не так условно, что, да, вот в Сибири, вот такие, да, тенденции, там, на Западе России, вот такие, но в целом о театральных тенденциях современности, вот, 2017 года? Мне кажется, нет, тенденции все равно существуют, опять же, да, там многие ориентируются на Москву, в плане каких-то там, Москва, Петербург, там есть, допустим, свои касты режиссеров, которые работают в определенном стиле, да, есть у них определенные поклонники, которые именно вот такой театр любят, есть там люди, которые стоят в другом направлении, и тренды, ну, мне кажется, все равно сейчас происходит некое изменение вот в театральном мире, может быть, оно не вот такое явное, хотя, может, я ошибаюсь, может быть, оно как раз, но все равно, мне кажется, люди больше хотят именно вот такого, что их, в них попадает, их затрагивает, их трогает, так как все, опять же, люди разные, кто-то там постоянно ездит, допустим, на Богомолова, на Серебренникова, и к нам вот одна, по-моему, она жительница Новокубышевская или Самары, она вот и к нам ездит, и к Богомолову, и к Серебренникову, вот она прям такая ярая поклонница, она постоянно в Москву вот ездит, на их постановке, и вот это ей близко, а другим людям, там, не знаю, Бутусов, это уже немножко другое направление, да, опять же, критики тоже вот на обсуждение говорили, что вот у Дениса Букарадзе есть свое какое-то лицо, у него свой какой-то стиль, возможно, там что-то принял от каких-то других режиссеров, может быть, нет, но вот эти направления, и они разные, и они существуют, их достаточно много, и даже на фестиваль, вот реальный театр тоже, мы, к сожалению, не все видели, но даже по каким-то вот отзывам по фотографиям, по тому, какие там декорации, в каком стиле спектакль сделан, можно говорить о том, что много разных направлений. Вот по поводу направлений есть все-таки, да, вот дележ, как бы сердце не щемилось, коммерческие спектакли и некоммерческие. Наташ, у вас как это происходит в театре, есть ли вот это деление, и есть ли все-таки внутренние желания побольше, все-таки классики побольше, чтобы вот такого глобального материала? Ну, у нас в театре особого деления нет, потому что каждый наш спектакль зритель, ну, слава Богу, воспринимает хорошо, да, у нас билеты раскупаются за месяц, да, сейчас вот на конец октября мы уже продаем, потому что все уже билеты до этого проданы. Ну, конечно, хочется побольше вообще спектаклей. Ну, вот в силу некоторых причин, то есть в силу какого-то же финансирования, ну, вот две-три постановки в год мы новые ставим, мы стараемся, конечно, приглашать режиссеров, то есть не один у нас режиссер ставит, а несколько, чтобы было и жанровое разнообразие, и именно вот стиль у каждого режиссера разный, чтобы зритель видел разный спектакль. Слушайте, ну, я поняла, что не только актеры, да, хотят побольше работы, но и режиссеры, и заместители директоров театров, и все эти люди в хорошем смысле сумасшедшие, дайте нам побольше работы, точку опоры, да, и мы перевернем театральный мир. Спасибо вам огромное. Побед на Волге театральной. Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы, проведите выходные с пользой, с удовольствием, до встречи.